Субтитры делал DimaTorzok Любка, помаши! Люба, как ты себя чувствуешь? Люба! Короче, мы проехались. Мы проехались минут сорок по набережной. Могащедок! И сейчас у нас привал, передышка. Можешь что-нибудь выпить? Не алкогольная, конечно. Что ты хотела получить? Маска? Ничего. Мне нравится, как это выглядит. Блин, тень падает. Театр-домортиза. Все, Патя, ваше время и стекло. Боже, как мы устали. К нам ехали обратно. Был дикий ветер. В лицо. Короче, была двойная нагрузка. Я вам транслирую уже с следующего дня. Я потренировалась на площадке, открытой площадке. С другим тренером. Просто случайно познакомились. Мы с ним прыгали. Мы делали палеометрику. Палеометрика – это тренировка с прыжками. То есть мы нашли высокие ступеньки и прыгали через них. Ноги напрягает. Идеально. Потом мы отжимались. Мы делали burpee в конце. И пресс. У нас была такая тренировка. Минут сорок мы тренировались, наверное. И сейчас я уже еду домой. И проезжаю очень спокойный пляж. Поняла, что это идеальная возможность сесть и помедитировать. Поэтому сейчас я включу свой app. Headspace app. И помедитирую. Помедитировала, приехала домой. Хотела сказать вам, рассказать про свою медитацию. Сегодня было просто я настолько благодарна, не знаю, вселенной, что я просто могу сегодня медитировать на пляже. Это так кажется просто. Это можно так не заметить. И принять это как... Ну, это естественно. Окей, я на пляже, классно я медитирую. Но вообще я начала практиковать gratefulness, то есть благодарность. Все больше и больше. Я вам рассказывала в одном из предыдущих видео, что я веду этот дневник. Five Minute Journal. И вот сегодня после медитации я думаю, блин, это офигенно. Спасибо просто всему вокруг, что сегодня у меня была возможность медитировать на пляже. И слушать звук моря, звук волн. Какие-то вокруг звуки, птицы и так далее. И еще по поводу медитации. Вот очень важно. Я слушала тоже подкаст про медитацию. Я вообще очень люблю слушать подкасты. Один человек, он учитель медитации. И он рассказывал про то, что медитация будет работать, если ее делать консистентно, то есть постоянно. Как любую мышцу нашего тела, для того, чтобы она работала, для того, чтобы она функционировала оптимально, мы должны ее тренировать. Также он говорит, что нужно тренировать, и я абсолютно с этим согласна, нужно тренировать свое сознание, свой мозг. И как только ты перестаешь тренироваться, ты теряешь этот навык. Ты теряешь способность обращать внимание на какие-то детали, на какие-то вещи, которые кажутся незначительные, но которые на самом деле значительны в жизни. И вот он говорил, что очень важно постоянно медитировать. И медитация не дает... Ты не ощущаешь benefit, то есть пользы от медитации какое-то время. Но, естественно, чем больше ты медитируешь, тем легче она становится, но в то же время, тем больше ты понимаешь ценность медитации. Еще он сказал такую вещь, что нам людям свойственно быстро решать и хотеть делать то, что легко делать. Но когда мы видим челлендж и когда мы видим то, что это достаточно трудно и это занимает время, мы drop out. То есть мы не так мотивированы это делать. Потому что мы понимаем то, что быстрые результаты мы не получим, на это нужно время, на это нужно удивлять внимание, время и так далее. И, к сожалению, это то, к чему мы привыкли в этом мире. Мы привыкли к быстрым решениям проблем в плане даже здоровья. Мы привыкли к тому, что медикаменты быстро снимают боль. Но не надо забывать то, что эти вещи, они чаще всего, они всегда быстрые, быстрые solutions, quick solutions, они снимают чаще всего симптом, но они не идут глубоко в причины. Медицина — это очень хорошо. Если бы не было нашей сегодняшней медицины, мы бы не жили так долго. Но в то же время не надо забывать то, что те заболевания, те кондиции, которые развиваются на протяжении много лет, и это, кстати, касается тоже ментальных кондиций, ментальных заболеваний, занимают года для того, чтобы появились симптомы. Поэтому убирать только симптомы недостаточно. Нужно реально копаться, какие причины этого возникновения. на изыкновения этих хронических заболеваний и так далее. И что касается изменения в питании и тренировок, надо понимать то, что на всё нужно время, чтобы почувствовать эффект. Потому что lifestyle conditions и lifestyle diseases, то есть заболевания, которые возникают из нашего образа жизни, их надо лечить не только медикаментами, а именно образом жизни. И нужно пересматривать часто свой образ жизни, поэтому такие вещи как медитация тебе помогают это понять лучше. Всё, я закончила свой болтовню. Упс! Доброе утро, ребята! Сегодня предпоследний мой день в Тель-Авиве. Я зашла, взяла кофе. Точнее капучина соевая. И сегодня мы... Сегодня у нас плану это сходить в зоопарк. И потом мы вечером пойдём в театр. Театр называется Сюзан... Сюзан де Ляль. И насколько я знаю, это театр танцев. И должно быть очень интересно. Вы, возможно, знаете, возможно, нет. Если вы меня давно смотрите, я думаю, что вы знаете, что и Люба, и я, мы всё детство танцевали. Мы закончили хореографическую школу по классическому и народному танцу. Поэтому нам эта тема очень близка. Я обожаю ходить на разные танцевальные представления, на балеты и так далее. Поэтому сегодня должно быть интересно. Итак, мы пришли в зоопарк. Первое, что мы видим, это красные попы. Красный поп. Красный поп. И так, друзья, на этом моменте я закончу влог. Вчера, вам скажу так, зоопарк меня не особо впечатлил, потому что в Лондоне зоопарк не хуже. Было очень много людей. И, короче, лично я не получила такого удовольствия, как думала. И вообще зоопарки меня в последнее время не особо впечатляют. Но танго – это было нечто. Такое представление. Это было просто офигенно. Просто встреча невероятная. Вот. И все. Я уже сегодня улетаю. Я уже в аэропорту. Пойду чекиниться. Вас я благодарю за просмотр. Вот. И все. Увижусь с вами уже в Лондоне. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь обязательно, комментируйте. И увидимся очень скоро. Продолжение следует...